С 2013 года каждую весну жители Подмосковья вносят свой вклад в озеленение общественных территорий и высаживают деревья в память о своих родных, отдавших жизнь за победу в Великой Отечественной войне. Одна из таких экологических акций – Лес Победы. В этом году она состоится 13 мая. Губернатор Московской области Андрей Воробьев традиционно примет участие в патриотическом мероприятии и приглашает присоединиться к нему всех желающих. Деревья можно будет посадить и в лесных зонах, которые мы специально подготовим, и в городе, скверах, парках рядом с домом. Всего на территории Подмосковья организуем более 660 площадок. Удобную можно будет выбрать на интерактивной карте. В начале мая на территории музейно-храмового комплекса Вооруженных сил России в честь 78-й годовщины Великой Победы над фашизмом уже заложили Сад Победы. 270 яблоневых саженцев высадили в память о героях Великой Отечественной войны. Каждая из этих деревьев станет живым напоминанием для потомков о великих подвигах советских солдат. Отдельную благодарность я хочу сказать музейно-храмовому комплексу. У нас, в принципе, здесь проходит много важных мероприятий. Мы часто здесь встречаемся. Мы сегодня все делаем большое важное дело, поэтому давайте скорее начинать. Патриотическая акция объединила представителей правительства Московской области, волонтеров, военнослужащих, гражданских, взрослых и детей. Около ста юнормейцев приняли участие в высадке деревьев. Подобные мероприятия важны для воспитания у подрастающего поколения чувства патриотизма и любви к родине. Эта акция на самом деле очень важная для нашей молодежи. В годовщину Великой Отечественной войны, победы над фашизмом мы еще должны раз закрепить и показать нашей молодежи, что они должны делать и чем мы должны гордиться. Каждому саженцу прикрепили бирку для записи фамилии героя, в честь которого было высажено дерево. Любой желающий мог принять участие и увековечить память о своих дедах и прадедах. Этот саженец я высадила в честь своего прадеда Байкова Валентина Алексеевича. Он у меня прошел до конца войны. Дедушка мой был связистом, он как раз до Берлина дошел. Для меня это очень символично и очень памятно посадить деревья, особенно среди своим ребенком. Я считаю, что необходимо помнить свою историю. Тот, кто помнит свою историю, у того будет светлое будущее. После дружной и слаженной работы всех ждала полевая кухня с горячими напитками и ароматной кашей. Полина Толмачева, телекомпания «Одинцова».